МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бодро, весело под танцующих утят стартовал праздник в Томилине. Во дворе на улице Гоголя собрались ребята со всей окрестностей. Летние каникулы уже начались, а значит, пришла пора знакомиться, играть в подвижные игры, развлекаться с аниматорами и наслаждаться шоу мыльных пузырей. Соседями нужно дружить, так считает Ивета Шафикова. На праздник пришла с сестрой специально, чтобы провести время с ними. Это всегда приятно, иметь новых знакомых, новых друзей. В любом случае друг всегда поможет. Я очень люблю этот праздник, на самом деле, потому что мы, наконец-то, можем собраться все друзья, все взрослые, все дети и побывать на этом празднике. Участвуем в разных конкурсах, танцуем, поем, все что угодно. Относительно молодой праздник призван объединить добрососедские отношения. Впервые об этом задумались во Франции. Он быстро обрел популярность в других странах и вышел за пределы европейских границ. Мы все выросли в семьях, у нас всех есть родственники. Но есть такая поговорка, самый близкий родственник – это сосед, конечно, потому что мы общаемся, мы живем, мы работаем, мы общаемся, мы праздники проводим. Во дворе дома 36 на третьем почтовом отделении собрались более ста человек. Все они вышли пообщаться со своими соседями и повеселиться. Уже по сложившейся традиции органы власти, депутаты партии «Единая Россия» и работники управляющих компаний угощают жителей пирогами с чаем. Глава округа Владимир Ружицкий разрезал главный пирог праздника и передал Союзу женщин Подмосковья книги для детей, которые находятся в детских больницах. Мы думали, что же можно сделать такое на открытом воздухе, позитивное, интересное, и выбрали совместно акцию библиотеки детям. Смысл акции это и в чем? Мы таким образом хотим отвлечь детей от различных гаджетов, телефонов, планшетов, пока они находятся в стационаре на лечении. Все приятнее книга, интереснее, познавательнее для них. Со своей большой семьей пришел на День соседей и директор управляющей компании «Лук» Александр Климанов. Для него это особый праздник. Со своими соседями он поддерживает дружеские отношения. Видите сами, нам шел целые сутки дождь, но именно сейчас тучи разошлись, и мы веселимся все вместе. Для меня соседство, знаете, это не только то, что вот здесь закрытое. Соседи – это мы все рюберчане. И такие мероприятия, они призваны нас объединить, настроить на позитивный лад. Добавить какого-то праздника в нашу жизнь. По словам местных жителей, с соседями у них отношения прекрасные, а праздник во дворе их дома получился на славу. Одна из самых дружных и веселых площадок праздника в 115-м квартале. Соседи с улиц Шоссейной и Авиаторов пришли на торжество целыми семьями и наверняка остались довольны. Надувной батут развернулся посреди двора. Жители смогли поиграть в интеллектуальные игры, поучаствовать во флешмобе и сразиться в перетягивании каната. У меня соседи разные, ребята, мы с ними играем и дружим во дворе. У меня лучшие друзья, потому что сбоку есть лучшие друзья, я их очень люблю, они у меня с детства. Мы только пришли, но уже все разгорается. Ну да, мы только пришли, нам все горит сейчас, везде побегать, попрыгать, везде хочется все. Ну и какие могут быть соседские посиделки без чаепития? Управляющая компания ЛГЖТ угощала гостей выпечкой. Кульминацией праздника стал хоровод, который объединил всех от мала до велика. Кроме того, представителей власти наградили самых активных и неравнодушных жителей, которые проявили себя в течение года. Анна Троян, Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалявов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!